Малыш сидел в коробке, а рядом находилась записка. Стало понятно, что у щенка был маленький хозяин и семья. Но потом оказалось, что они больше не имеют возможности питомца держать в своем доме. Мальчик говорил, что он и его мама приняли решение тайно от отца дать собачку в приют. Папа мальчика был намерен щенка продать. Более того, мужчина издевается над малышом, больно пинает его. Один раз так пнул, что хвостик повредил. Мальчик писал, что надеется в приюте о собаке хорошо позаботиться. А еще он оставил мягкую игрушку, чтобы щеночек вспоминал о маленьком хозяине. Прочтя это, волонтеры едва сдерживали грустные эмоции. Они прекрасно понимали, как больно подростку расстаться с любимым другом. Но иного выхода не было. Конечно, работники приюта приняли нового жильца и поведали о нем в Фейсбук. Очень быстро пришли отклики от более чем трех сотен пользователей. Все они хотели взять к себе этого малыша. История до глубины души тронула их. Каждый был готов приютить щеночка. Поскольку предложения об усыновлении Рене такую кличку дали песику очень много, и они все идут и идут, то волонтеры пока решили никому не отдавать Рене. Одно ясно, теперь это песик не пропадет. И никто его уже точно не продавать, не пинать ногами не станет. Его отдадут самым лучшим, высокогуманным людям. Кстати, приют советует пользователям соцсети обратить внимание и на других собак. В приюте очень много животных, которым не менее остро нужны добрые хозяева. Ведь если, писали волонтеры этого приюта, каждый откроет свое сердце и жилище для других животных, как было с Рене, то у нас не останется ни одной беспризорной собаки.